Павел Соболев Павел Соболев Артем Дудченко. Артем, добрый день. Добрый день, Павел. Артем, Владимир Путин на этой неделе сказал, что меняется ядерная доктрина Российской Федерации. Теперь, если создается, как он выразился, критическая угроза российскому суверенитету, даже обычным оружием ответ все равно может быть ядерным. В последнее время очень часто обращалось внимание на то, что эти так называемые красные линии, связанные с ядерной угрозой Владимира Путина, они все менее серьезно стали восприниматься западными лидерами, они практически перестали обращать на них внимание, действуют по собственному разумению, не обращая то, что говорит Путин. Вот то, что Путин сказал сейчас, это такой, с вашей точки зрения, жест отчаяния на фоне страха перед тем, что Запад снимет все ограничения на применение западного оружия Украины на территории России или что это было, почему вот такие слова были произнесены и может ли Запад все-таки принять их во внимание сейчас? Отчасти это жест отчаяния, но и отчасти, я думаю, что все-таки это попытка воздействовать на впечатлительных все-таки лидеров Запада, например. Опять же, если мы будем называть, кто это из лидера Запада, но мне кажется, что единственный из таких, кто остался, это Олаф Шольц, канцлер Германии, который все еще боится переходить к красной линии и боится эскалации в случае, например, передачи дальнобойных ракет «Таурус». Но в целом достаточно, я когда слушал его заявление о том, что вот если агрессия будет произведена даже обычным вооружением при непосредственно помощи ядерных стран, тогда мы можем нанести ядерный удар. У меня вопрос такой тоже для Владимира Путина. А где вообще территория России начинается? Где она начинается, где она заканчивается? Потому что согласно Конституции Российской Федерации, Запорожская, Херсонская, Луганская, Донецкая области и Автономная Республика Крым являются частями Российской Федерации. И, например, город Запорожье, то есть центр Запорожской области и Херсон находятся под контролем вот этой агрессивной страны, которая называется Украина. И вот просто получается, что агрессия уже фактически совершена против российской территории. То есть в теории уже нужно было давно применить это ядерное оружие. И опять же, если вспомнить хронологию его угроз, я помню, что когда начиналось так называемое СВО, и украинская сторона рассматривала, ну или, скажем так, говорила о том, что могут быть нанесены удары по Крыму, по Крыму, кстати, вот. Тогда говорили, что вот Путин может нанести ядерный удар. После этого было нанесено уже несчетное количество ударов по Крыму, по мосту, по объектам военно-морского флота РФ в Крыму, и ничего. И ничего не произошло. После этого были спекуляции, что ядерное оружие может быть применено, если вдруг будут переданы леопарды, опять же, немецкие. После этого говорили о том, что если будут переданы самолеты, F-16 тоже будут. До этого, мне кажется, тоже были еще попытки использовать ядерную риторику, когда уже шла речь о передаче кластерных боеприпасов в Украине. Это уже давно забытая тема, то есть она уже воспринимается как само собой разумеющееся применение кластерных боеприпасов. Потому в целом, ну вот эта попытка сейчас, мне кажется, но она абсолютно лишена каких-то перспектив, ну как-то повлиять на решения западных союзников. Хотя, ну, возможно, на кого-то повлияет. Владимир Зеленский прибыл на этой неделе в Соединенные Штаты Америки. Среди прочего выступил в Генеральной Ассамблее ООН, где покритиковал западных лидеров за то, что их недостаточно смелые решения только поощряют Путина к продолжению войны. Тем не менее, мы знаем, что Владимир Зеленский приехал в США представить мирный план, или как он его называет, план победы. Известно, что вчера он его показывал, по крайней мере, разговаривал с Джо Байденом, с Камалой Харрис. И в то же время, например, издание Wall Street Journal сообщило незадолго до этой встречи о том, что администрация Байдена не очень впечатлена якобы теми положениями, которыми есть в этом документе. В то же время, мы знаем, что там были четыре раздела. Военная помощь в Украине, экономические шаги, дипломатическое давление на Россию, политическое принуждение России. Вот если немножко пофантазировать, что как будто мы что-то знаем об этом плане, с вашей точки зрения, из этих четырех пунктов, с чем сейчас сложнее всего? Мне кажется, что однозначно, вообще, мне кажется, весь этот план победы, это больше все-таки о военной помощи. Мне кажется, в принципе, краеугольным камнем, сейчас вот в этой войне, в этом конфликте является то, дадут ли разрешение, ключевой союзник США, применять дальнобойное оружие по суверенной территории России. То есть ранее было дано разрешение как раз по кубированным частям территории Украины наносить удары западным вооружениям. И кажется, опять же, возвращаясь к первому вопросу, согласно Российской Конституции, это тоже территории Российской Федерации. Но по ним, соответственно, мы можем применять западное оружие почему-то. И это не будет частью эскалации. Но почему-то бить по территории, суверенной территории Российской Федерации, считается, что это будет считаться шагом к эскалации. И тут получается такой вопрос, а что, получается, есть какие-то территории Российской Федерации, которые считаются территориями Российской Федерации, а какие-то, ну, такие, наполовину территории Российской Федерации. И потому в целом, для меня кажется, это немножко абсурдно, то, что украинским властям приходится так долго выпрашивать вот это обычное право, мне кажется, страны, которая является жертвой агрессии, не спровоцированной, бить по территории России. Потому что, ну, это какая-то, получается, ну, знаете, сравнение с таким футболом, когда одна команда играет с аутами, а другая без аутов играет, да, то есть мы там что хотим, играем за полем и так далее, а вы играете только вот в рамках вот этих линий. Потому, ну, как бы, я считаю, что вот главное, что, что хочет, я так понимаю, добиться Зеленский вот в переговорах с Байденом, что он хочет объяснить, что если мы, ну, мне как так кажется, что если мы будем нанесем удары, там, например, в радиусе, там, 300 километров, там, от границы России, по каким-то важным целям, там, каким-то складам, командным пунктам, логистическим центрам и, там, скоплением войск, то это приведет вот к таким-то последствиям, которые окажутся, ну, последствиям которых будет, например, ослабление давления, там, на Западе, на Восточном фронте, на Донецком направлении, например, или на Харьковском направлении. То есть, таким образом, я думаю, что Зеленский пытается вот этим, так называемым, планом победы объяснить, что ваше разрешение, по сути, будет способствовать тому, что российская агрессия будет снижаться, а Россия будет истощаться в военном смысле, и как раз вот эти удары поспособствуют тому, что Россия будет посажена за этот стол переговоров на выгодных для Украины условиях. Вот Владимир Зеленский, помимо того, что много говорит об этом плане победы, он недавно в интервью BC News перед визитом в США заявил о том, что, возможно, война в Украине гораздо ближе к завершению, чем кто-то может себе представить, и сказал, что для этого нужно только продолжать поддерживать украинскую армию. Вот эти слова о том, что конец войны близок, это какой-то вот способ просто такого психологического воздействия на Россию, желание показать Кремлю, что вот он не знает чего-то, что в действительности свидетельствует об очень сильной возможности усилить военный потенциал Украины. Может быть, это в хорошем смысле такая реклама вот этого плана победы, или же, возможно, это вот не только игра на психологию, на давление, а может быть, действительно, как вам кажется, Владимир Зеленский может сейчас показать Джо Байдену какой-то вот такой пункт прорывный, о котором вот в Кремле не догадываются, который действительно может, ну, такой произвести решающий эффект. И что вот может быть таким вот решающим для Украины козырем, кроме вот продвижения? Ну, надо сказать, что в целом характер Зеленского, вот как политического лидера, он всегда сопровождается какими-то громкими названиями, громкими заявлениями, которые, ну, как-то пытаются воодушевить кого-то, ну, как-то поменять общую парадигму восприятия реальности. Ну, не больше это похоже на некий, в принципе, пиар. Понятное дело, что ты должен продавать свой план как-то тому же Джо Байдену, западным лидерам, под такими громкими названиями, такими громкими заявлениями о том, что война может закончиться быстрее, чем вы думаете. Действительно ли это так? Ну, мне трудно сказать на самом деле. Я вообще, честно говоря, считаю, что оснований для быстрого окончания войны в целом нет сейчас. И хотя, опять же, что считать быстрым? Два года — это быстро или не быстро окончание войны? Например, ну, просто какой могу привести пример? Некоторое время назад находил исследование украинских осинтеров. Они, например, исследовали количество бронетехники, ну, в частности, танков, которые остались в России на складах хранения, которые расконсервированы, нерасконсервированы. В том числе они это сопоставляли с их производственными мощностями. И потом пытались высчитать, что при существующей интенсивности боевых действий, сколько физически танков хватит России, чтобы дальше воевать. И они пришли к выводу, что физически все танки, то есть там Т-62, вот те, которые там где-то там на складах хранятся в полуразобранном виде, их хватит до конца 26-го года России. То есть, ну, вот примерно вот… Два года. Да, два года. Ну, это физически закончатся все танки. То есть, я думаю, что Россия не может допустить такого состояния, когда у нее закончатся полностью все танки. То есть, скорее всего, Россия будет взмушена, вынуждена, да, вынуждена, соответственно, садиться за стол переговоров примерно там за полгода до конца 26-го года. То есть, ну, опять же, это если основываться на танках, потому что, понятное дело, что танки не являются определяющим фактором в этой войне, потому что России все еще остаются достаточно высокие возможности производить ракеты, которыми можно дальше терроризировать Украину и, ну, оставлять эту напряженность в этом конфликте. Ну, скажите, пожалуйста, вот германское издание Bild в преддверии визита Зеленского в США написало о том, что по имеющимся у него данным в пунктах мирного плана Зеленского, пункта плана победы, есть и такие вещи, как возможное замораживание конфликта на некоторых участках фронта. То есть, временный какой-то отказ от каких-то украинских территорий, перемещение решений их судьбы в переговорное поле. Тут же офис президента Украины назвал это заявление германской газеты полной неправдой. Все-таки хочу я у вас спросить, если мы сейчас будем исходить немножко из настроения в украинском обществе, его ожиданий от того, как должен завершиться этот конфликт, возможно ли вообще, что вот Владимир Зеленский может предложить Западу что-то такое, например, Запад разрешает наносить удары дальдомольными ракетами в глубине России, а за это вот Владимир Зеленский соглашается, что судьба некоторых оккупированных сейчас территорий будет решаться не в окопах, а за столом переговоров, но зато это будет гарантией того, что Россия не захватит новые украинские земли. Или это крайне маловероятно, такой Украины не пойдет. Тут немножко логика не срабатывает, потому что ты с одной стороны просишь право нанесения ударов в глубь территории России для того, чтобы отдать часть территории Украины России. Мне кажется, это немножко здесь как-то логика не срабатывает. Я думаю, что в теории, точнее я уверен, что ни один украинский президент не согласится на то, чтобы официально отдать часть территории Украины в России для того, чтобы закончить этот конфликт. То есть это исключено. Возможен, наверное, вариант, где, опять же, типа как минских соглашений, где этот статус будет неопределен. То есть официально Украина не отказывается от этих территорий, но и не контролирует фактически их. Другое дело, что все говорят о этих мирных переговорах, о прекращении огня. Это не решает проблемы. Даже если представить, что Путин достигает своего плана минимума, он официально получает контроль над вот этими, как они говорят, территориями на земле, которые были захвачены. Что должно произойти с неоккупированными частями, например, Луганская область практически на 98% занята, Донецкая область, там еще много территорий не занятых, Запорожская, Херсонская, то же самое. Что должно с этими территориями произойти? Какой статус они получат? Это первый вопрос. Вопросов дальше будет еще больше. Что делать с людьми, которые пострадали в результате военных преступлений? Что делать с внутренне переселенными людьми? Кто будет восстанавливать экономику разрушенных регионов, вообще Украины в целом? Кто будет это финансировать? Россия, Европейский Союз? Ну а главный вопрос, что решает этот мир? Он, по сути же, говорит о том, что Россия взяла и напала на страну, забрала у нее часть территории и не получила никакого наказания за это. То есть, по сути, этот мир не решает главную проблему о том, что у России есть планы захватывать территории, и ничто не может ей помешать. То есть, по сути, это состояние будет провоцировать новые конфликты. Мне кажется, что многие об этом не думают на самом деле. То есть, они считают, что классно, мы достигаем мира, как в компьютерной игре, и все, там следующий уровень дальше начинается. Игра все-все забыли и живем дальше. Но на самом деле этот мир, который пытаются навязать или спекулируют, он на самом деле только формирует новые конфликты, которые неодменно будут. Скажите, пожалуйста, Джо Байден вчера, например, объявил об увеличении помощи Украине в сфере безопасности на сумму почти 8 миллиардов долларов, и очень тепло разговаривал с Владимиром Зеленским. Там же была Камала Харрис, которая тоже выражала всяческую поддержку Украине. В то же самое время Джо Байден заявил о том, что он сможет вытащить Америку из этой войны, в которую затащил ее якобы Джо Байден, если победит на выборах. Также он назвал Владимира Зеленского человеком, который не способен договариваться. И вчера, если не ошибаюсь, Дональд Трамп сказал даже о том, что такой страны, как Украина вообще сейчас не существует, от нее мало что осталось, по его словам. Вот так, с одной стороны, демократы, и вот республиканцы хотят вернуться в Белый дом. Это хочет сделать Дональд Трамп. Вот с вашей точки зрения, еще давайте вспомним, что сенатор от Луизианы, республиканец Джонсон, Майк Джонсон, был возмущен тем, что Владимир Зеленский поехал на военный завод в Пенсильванию. Он сказал, что это акт поддержки Камалы Харрис. Вот когда мы слышим то, что говорят республиканцы, Дональд Трамп и его сторонники, и то, что говорит Джо Байден и Камала Харрис, если мы это сравниваем, получается ли так, что победа Дональда Трампа, возможно, это настоящая катастрофа для Украины и ее союзников в Европе, или вы бы не преувеличивали значение того, что говорит Трамп, может быть, это просто элементы предвыборной кампании? Я думаю, что все, что сейчас происходит, и вся риторика республиканцев, ну и Дональда Трампа в частности, она как раз показывает то, что избирательная кампания в Америке достигла своего апогея на самом деле. И мне, честно говоря, кажется, что Дональд Трамп бы с удовольствием бы использовал в своей риторике поддержку Украины, но он не может использовать этот конек только потому, что демократы очень сильно ассоциируются с поддержкой Украины. А он, Дональд Трамп, скажем так, мягко говоря, недалекий политик, но является точно таким, так называемым, политическим животным. Он, в принципе, не гнушается никакими морально-этическими нормами. То есть, если сейчас выгодно, и он считает, что можно использовать вот такую риторику для того, чтобы выиграть выборы, он ее будет использовать. Другое дело, что не факт. Во-первых, я не верю, что он станет президентом. Почему? Наверное, после того, как Тейлор Свист поддержала Дональда Трампа. Так, немножко нелогичное ему заключение, но я, честно говоря, действительно верю, что в силу Тейлор Свист в этой всей политической кампании избирательной. Но я даже, опять же, возвращаюсь к Дональду Трампу. Если вдруг он станет президентом, я не уверен, что он будет дальше поддерживать ту риторику, которая была во время избирательной кампании. И не факт, что он пойдет на соглашение с Путиным. Плюс, опять же, как он может договориться с Путиным? Это тоже достаточно, скажем так, примитивное мышление считать, что Украина вообще не субъект в этой войне. Как будто от нее ничего не зависит. Я не уверен, что вот его решение гипотетическое с Путиным будет одобрено как Украиной, так и вообще европейскими партнерами в том числе. Потому что, опять же, возвращаясь к тому, что я сказал ранее, какой-то мир с уступками территорий, он на самом деле не формирует безопасность в мире и в Европе в частности. Скажите, пожалуйста, все чаще сейчас говорится о том, что российская армия достигает достаточно существенных успехов при наступлении в районе украинского города Угледар. И при этом же говорится, что это важный, в общем-то, такой пункт, потому что он расположен на возвышенности, по сути, на стыке двух фронтов. Восточного и Донецкой. Восточного в Донецкой области и Южного в Запорожской области. Если вот те достаточно, ну, не то что пессимистические, но тревожные сообщения, которые поступают из этого района, ну, они оправдаются, если России удастся добиться там успеха, насколько критично, насколько большой проблемой бы это стало для Украины, нельзя ли сказать, что это была бы вот та цена, что ли, или тот успех, который нивелирует те успехи, которые достигла Украина в Курской области, России, вот, скажем так, именно в качестве получения такого козыря для переговоров с Россией о мире на украинских условиях? Ну, скажем так, в принципе, понятное дело, что Угледар, если мы обращаемся к карте, он стратегически находится достаточно на важном, важное положение занимает, потому что он находится, по сути, не знаю, если мы покажем на карте, да, вот здесь вот на стыке, вот, скажем так, Авдеевского направления, да, и вот здесь Великой Новоселки, да, то есть я так понимаю, что российская армия хочет срезать вот этот уступ, который у них образовался после вот наступления из Авдеевского направления в сторону Покровска, но надо тоже понимать, что, в принципе, я думаю, что здесь вот линия обороны, тут есть город Курахово, вот она здесь достаточно неплохо подготовлена, и в целом я не думаю, что там будет стремительное продвижение в этом месте. Другое дело, что в целом кажется, что вот именно Донецкая область для Украины это такой себе инструмент, это будет немножко цинично звучать, но инструмент для стачивания российской армии. Там, по сути, в принципе, каждый город, индустриальный центр является, по сути, крепостью, которая должна именно стачивать живую силу российской армии. Потому в целом, ну да, может быть, Углюдар будет потерян, но все равно там дальше еще остается достаточно много городов, которые так или иначе будут уменьшать российскую способность продвигаться дальше. Потому, ну да, это война, тут могут какие-то населенные пункты теряться, но нужно смотреть на общую картину, то есть выигрываем ли мы от этого, от того, что российская армия теряет все больше и больше личного состава, и при том, что мы понимаем, что личный состав не бесконечен в России, при том, что Россия пытается, конечно, навязать эту точку зрения, что у нее всегда больше ресурсов экономических, военных, человеческих, для того, чтобы продолжать эту войну намного дольше, чем может себе позволить Украина. На самом деле это не совсем так. И то, что мобилизационный ресурс в России тоже заканчивается, свидетельствует хотя бы косвенно те выплаты единоразовые, которые сейчас обещают контрактникам, которые сейчас скалибрятся, по-моему, в районе 10-20 тысяч долларов единоразовых выплат. Вы несколько раз сказали сегодня о том, что не может быть прочным и имеющим вообще какую-то ценность тот мир, который будет достигнуть при условии территориальных уступок и без наказания страны, совершившей неспровоцированную военную агрессию. Наверное, последний вопрос, который я хочу вам сегодня задать. С вашей точки зрения, есть ли у западных лидеров достаточно четкое видение того, как должен будет выглядеть мир, система мировой европейской безопасности, после того, как произойдет военное поражение России в этой войне? Мне что-то подсказывает, что у них нет этого общего видения, потому что до того, как это военное поражение случится, непонятно вообще, какой выйдет из этой войны сама Россия, Украина и Европа в целом. Трудно еще сказать на вот этом этапе войны. И все-таки идет уже больше двух с половиной лет война. И мы не понимаем, где мы находимся. Может быть, это всего лишь начало войны. Может быть, это уже третья мировая война. Люди в 1939 году тоже, наверное, не думали, что это вторая мировая война. Чем, когда закончится, чем закончится, очень трудно предположить. Единственное, что просто я хотел, возможно, еще добавить к тому, что не сказал ранее, касательно плана победы. Как мне представляется, план победы Зеленского, почему для него он важен, он предусматривает, скажем так, быстрое поражение России. Ну, то есть краткосрочное поражение, условно, в течение одного года. Мне кажется, что Зеленский понимает, что западные страны в условиях желания не эскалировать Россию, не провоцировать ее на резкие движения, выбрали стратегию долговременного поражения России. То есть долговременное истощение России через экономические санкции, дипломатическое давление, через военное поражение. То есть достичь ситуации, когда Россия не сможет воевать, даже если будет хотеть, правильно? Да, да. И именно, когда, ну, просто банально закончатся все типы ресурсов, которые бы позволяли бы России не то, чтобы продолжать, ну, не то, чтобы даже думать об дальнейшей агрессии на постсоветском пространстве, или в Европе в целом, но даже в Украине. Вот. Но другое дело, что это военное поражение России долговременно, оно может, ну, устраивать страны Запада, там, не знаю, даже если это будет периодизация в 10 лет. Эти 10 лет не устраивает Украина, потому что украинскому обществу нужно время для того, чтобы восстановиться. У него, ну, украинского общества нет этого времени, потому что все понимают, что, ну, то, что сейчас происходит с Украиной, Россия пытается, выбивая энергетическую инфраструктуру, терроризировая приграничные области, а постоянными обстрелами просто выдавливать население. То есть гражданское население, которое бы оно принуждало к тому, чтобы оно просто исходило из Украины, ну, там, в Европу, разъезжалось по миру. То есть сделать, по сути, Украину без людей. Это главная цель России, это долгосрочная цель России. И Россия думает, что она в течение, ну, опять же, долгосрочного, скажем так, в соревнованиях на долгосрочную войну, на войне на истощение, она пересидит, переждет Украину. Зеленский-то понимает, что действительно, ну, если война будет проходить вот в той интенсивности, которая сейчас происходит, без каких-то решительных мер против России с помощью западных технологических вооружений, то Украина просто, выйдя из этой войны, даже если она останется в качестве независимого государства, она будет уже просто малоспособной и малоперспективной для восстановления в долгосрочной перспективе. Я напомню, что в нашей сегодняшней передаче мы говорили о новых витках ядерного шантажа со стороны России, о плане победы президента Украины Владимира Зеленского, о том, могут ли новые ядерные угрозы со стороны Российской Федерации ослабить решимость Запада к тому, чтобы оказать Украине масштабные шаги по военной и прочей поддержке. Также я напомню, что гостем нашей сегодняшней передачи был политический обозреватель, член Украинской общины Эстонии Артем Дудченко. Артем, большое спасибо вам за то, что у вас сегодня нашлось время для этой беседы. Спасибо, Павел, за приглашение. Спасибо вам, уважаемые зрители. Смотрите нас на портале РУСПОСТИМСЕ. 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 РУСПОСТИМСЕ.